Мир всем, всем доброго здоровья. Последние теплые деньки сентябрьские. Прям так хорошо, прям даже уходить не хочется с улицы. Кстати, обещают дожди там целую неделю потом. Хотел поделиться нашим, ну типа палисадникам, значит, малина, которую нам дал, прикинь, забыл, Анатолий Романович. Дедушка приезжал к нам в гости, агроном с Рубцовска. И вот он дал нам малину разных сортов. Я ее посадил, потом посчитал, где-то процентов 45 прижилось. Тут по разным причинам, наверное, не знаю. Наверное, это нормально, а может быть и нет. И вот один из сортов, вот по всей видимости, я у него спрошу, есть такой сорт Геракл. Могу ошибаться, но вот мне прям кажется, что это вот то самое. Прям такие большие ягоды. Дело в том, что какие-то не принялись, но а те, которые принялись, от них уже пошла вот опоросль. То есть получается, Бог даст, на следующий год мы просто, я тоже у него возьму консультацию, как это правильно делать, откопаю и посажу там, там где-то можно копать. Но есть у нас еще одна жемчужина, очень интересная. Значит, он давал три саженца, принялась тоже, только один принялся. Вот такая интересная малина, она называется дочь Геракла. Посмотри, а это желтая малина. Я сначала думал, да когда же она созреет? А она нет, она чик. Господи, богослови. Слушай, интересный такой вкус какой-то необычный. Какой-то и сладковатый, и вот прям весьма-весьма прям необычная. Так, скоро тыкву надо убирать. Вообще, мы начали уже потихонечку убирать огород. Смотри, я тут убирал-убирал огород. Смотрю, ба, ничего, у нас же тут дыня. Видишь, какая дыня. Думаю, ну ладно, пускай стоит, может декабрю созреет. Хотя, это не точно. Кот, хочешь дыню? Помощник, куда пошел? Персик какой-то. Или дыня на что-то намекает, не знаю. Короче, вот так вот бывает. Но это ладно. Вот смотри, тут, значит, я говорил про дикие помидоры, которые сами просто насадились. Как так можно? Вот я сейчас буду собирать, все равно я сорву. Прикинь, дикий помидор. То есть, это, ну ладно, там вырос горох какой-нибудь, да? Вот смотри, тут вот такой крупный, а тут мелкий слот. Вот он. Это такой, как черри, что ли, или как он называется. Ой, ну слава богу, конечно. И у нас, получается, дополнительно еще есть помидоры. То есть, мы сейчас это уже будем собирать и пускай это все дозревает в комнате. Еще хочу кое-что интересное показать. В общем, здесь у нас, получается, что у нас было? Тут какой-то, а, тут был этот загородка, по-моему, была. Эти синие были. Мы это убрали, по-моему, сейчас уже не помню. Тут этот мусор был, дрова, все это убрали, почистили. Короче, пошел вот тут, смотри, смотри. Я просто в шоке. И главное, это никто не садил. Это, ладно, вот сам этот паснет вырос, а это культурный паснет, смотри, какой огромный. Ну вот, чтобы сравнить, как это, как виноград. Ну, то есть, получается, вот откуда он тут взялся, сам вырос. Ну, надо будет себе несколько ягодок оставить. Вон там мама наша по соседству, она его садила. И как-то семечко, видать, попало сюда. Может быть, может быть, что-нибудь это скажет, да ну его, кинул через забор. Выкинул. Да, а тут раз, она возьми, да примись. Ну, интересно. Поскольку вот тыкву посадили, ее места мало, значит, она быстренько сюда полезет. Сюда полезет, тут тоже вон тыквы уже маленькие. За забором. Правда, она не успеет выросли все равно. Но там, вон, а тыкавка. Тыканала. А еще хотел показать яблочки, тоже интересные в этом году. Короче, там вот где этот мусор, этот вот такой сломанный, посленный. Ну, вот видно, да, его, смотри, вот он дикий, видишь, маленькие такие. Смотри, как все усыпано. А может, этот тоже не дикий? Не знаю. В общем, он сломанный был. Я куда его козынь кину? Ну, хотя говорят, что вот эти зеленые, вроде бы, это, это вот и давить они. Ну, ладно, я не разберусь. Тут у тебя на куче тыквы. Да, тут у меня, типа, навозная куча. И тут вот тыква выросла. Ну, дети говорят, пап, ведь тыкву эту нельзя, наверное, кушать. Ну, типа, на навозной куче. А вот я хотел яблоки показать. Вот так можно найти. Возле навозной кучи у нас хорошо кусты растут. Так, вот так вот проходи. Короче, вот это сорт, уральская наливная. Осталось вот это дерево от старого хозяина. Это дядя Колик Келичков здесь жил. Ну, то есть, естественно, он ее там откуда-то приобрел, посадил, не знаю. И вот этот участок только когда взяли, как-то она не сразу плодоносит начала. Я вот не знаю вообще, до этого она плодоносила. Нет, как-то по чуть-чуть было, один-два. В прошлом году было, были яблоки. И в этом году тоже усыпано. Просто я уже ведро одно собрал. Вот видите, еще не это. Еще не все собираю. Сейчас еще буду собирать. Ну, вот это видно дозревает. А вот это, смотри, вот это вот еще вообще зеленое. Но пока морозов нету, я подсоберу. Потому что какие-то вот желтые, да, например, но они дома дозреют. Вот. А какие-то, не знаю, пускай зреют на дереве, что ли. Тоже вот хорошо. А рядом дичка вон растет красная. Вот так знать ее бы, что с ней делать. Делал бы. И, знаешь, дичкам она так хорошо, когда мороз ударит. Мы раньше, помню, в школе в Новосибирске, когда жили, там через лес ходили, там тоже такая росла. Мороз ударит, и они это мягкие, вкусненькие такие вот ели. Прям вкус детства. И это вот тоже, слава богу. Она такая вот потом, прям будет мягкая, такая мясистая. Этот на компот, там еще куда-то. Ну вот, ну а эту, видишь, это она такая дико, она кислая такая, жесткая. Даже не знаешь, куда ее. Ну, картошка, картошка вот сзади меня тоже ждет, ждет нас. Я думаю, что это, скоро тоже мы за нее примемся. Может быть, если сегодня последний солнечный день, дожди пройдут, то будем тоже выкапать. Ну ладно. Похвалились всем, просто хвалились как бы не в плане похвалиться, а слава богу. Еще раз хочу подчеркнуть, что как здорово иметь свою землю. Потому что она как бы выращивает все. Ты вот посадил, вот там в виде льда ремонтантная малина. Я весной втыкнул, уже, уже висят уже ягоды большие, мы уже там кушали сколько-то. А те, которые не принялись, я говорю, там уже поросли пошли эти, на следующий год пересадим. То есть все это быстро садится. Поэтому, слава богу, не бойтесь, не бойтесь. Занимайтесь землей, земля прокормит. Все. Всем добра. С Богом. А это, представляешь, корзина гигантов. Это эти помидоры, которые мы сами специально не садили. Они просто сами выросли. Мы просто их не стали вырывать. Думаю, ладно, пускай растут. Потом иногда поливали их. Вот с малины росло так, слава богу.